Сегодня все больше людей задумываются о том, какой ущерб природе наносит мусор. Большинство из того, что мы бросаем в урны, это на самом деле материалы, которые можно переработать. Чтобы сократить объемы мусора, которые отправляют на полигон, в нашем городе открыты пункты приема отходов, которые будут использованы повторно. Есть пункт приема на товарной базе по адресу железнодорожная 9, куда можно прийти и сдать пластик. Также они принимают муклатуру. Есть у нас компания, так называемый Саровский фтормед. Они расположены на шоссе Южном, 26. Они принимают муклатуру, стекло, пластик и металл. Что касается батареек, то в Сарове нет специально организованного места их сбора. Возить их нужно в торговые центры Нижнего Новгорода, где стоят контейнеры для этих опасных отходов. А вот с ртутными лампами все гораздо проще. Принимать их обязана управляющая компания у собственников многоквартирных домов. Либо это пункты приема организуются, либо собственник многоквартирных домов обращается в управляющую компанию. На территорию города у нас есть два пункта приема. Центры ЖКХ расположены они на улице Пионерской, 22 и на Курчатово, 29. 1 августа в Нижегородской области стартовал первый этап полного перехода на раздельный сбор мусора. Сначала во дворах появятся контейнеры для сбора пластиковых бутылок, а к 1 января 2020 года еще и отдельные контейнеры для бумаги, стекла, металла и текстиля. В правительстве Нижегородской области пообещали, что до конца этого года будут оборудованы порядка 2000 мест накопления отходов, а во дворы закупят 6000 контейнеров и 1000 бункеров для крупногабаритных отходов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.